Приветствую вас, поначалу я хотел вам прислать один свой аудио ответ, я там рассказывал про страх смерти, про то, как человеку, что человеку нужно делать, чтобы не бояться смерти. Но, прочитав ваше сообщение, я понял, что проблема далеко не в этом, я понял, что у вас не как-то таковой страх смерти, а у вас, наверное, в большей степени, может быть, признаки тревожности, у вас признаки тревожности и, наверное, ну, может быть, признаки паранойи. Тут нужно разбираться с этим, я бы не стал говорить об этом так однозначно, ну, знаете, всегда легче навесить на человека ярлык, чем как-то постараться помочь. Поэтому, нет, я не буду вам говорить, что у вас страну и в обязательном порядке, но, значит, что на первый план у вас выходит? На первый план у вас выходит алкоголизм, то есть вы постоянно находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Это не есть хорошо, к сожалению, для вас, потому что, ну, вы очень сильно таким образом вредите своему здоровью, очень сильно его подсчатываете, и, возможно, даже поэтому вам, может быть, на, ну, на тревую голову кажется ситуация такой страшной, потому что алкоголь, он немного замутняет рассудок, вот. Но с этим, конечно, нужно разбираться, то есть так вот однозначно, я не стал бы вам ничего говорить. То есть ваш вопрос, который вы задаете, он скорее связан с алкоголизмом, в первую очередь. Это правильно, как и сказала моя коллега. Второй вопрос связан с обоснованностью ваших страхов. То есть, есть ли действительно основания думать, что вам угрожают? А если действительно основания полагать, что, ну, что, вот, ваша жизнь находится под угрозой? А если да, то тогда, знаете как, вам можно и нужно обращаться в полицию, вам можно нанять частного детектива, чтобы он помог вам разобраться с вашей проблемой. То есть, чтобы эти люди были найдены, чтобы вы показали полицию, где эти люди живут, ну и, собственно, чтобы с ним было применено какие-то ограничительные меры. Это, значит, первое, это, значит, второе, что хочется вам сказать. Дальше, третье. Третье, значит, ну, здесь вы пишите, что он, значит, вы пишите, мои страхи имеют отношение к психологии или все-таки обоснованно. Вы знаете, я не буду говорить, опять-таки, однозначно на ваш вопрос. Почему? Потому что я не знаю вот этих вот людей, которые, как вы говорите, за вами следят. То есть, если это действительно так, если люди действительно за вами следят, если люди действительно вам угрожали, если люди действительно могут причинить вам зло какое-то, да, то тогда ваши страхи, конечно же, обоснованы. И к психологии, к психологии это отношение в данном случае, вот именно в этом случае не имеет. Потому что, ну, есть реальная угроза, и тут не нужно бояться, тут нужно действовать, я бы сказал. То есть, действовать как? Действовать путем нахождения этих людей, путем выявления их и путем привлечения к ответственности. То есть, вам нужно подумать, как лучше забрать доказательство, вообще лучше обратиться к юристу и с ним вместе проработать этот момент. То есть, тут, я думаю, все достаточно четко. А если вы, вот, все-таки не правы в том, что говорите, то есть, если вы ошибаетесь и люди в действительности вам не грозят, то тогда да. Тогда вам стоит обратиться к психологу. Но это уже не совсем работа с психологом, это, скорее, психиатрическая симптоматика, и работать с ней нужно с психиатром. Но если честно, если честно, потому что вы написали, я думаю, что у вас, во-первых, алкоголизм, во-вторых, повышена тревожность. Вот, наверное, тревожность, это самое главное, что вам мешает, по моему мнению. И вам нужно, в первую очередь, избавиться от этого симптома, от алкоголизма. Избавитесь от него, и тогда у вас, ну, тогда вам будет гораздо легче, чем сейчас. И смотреть на вещи трезво гораздо, как бы, полезнее, гораздо рациональнее, гораздо более выгодно, чем постоянно опыт этот алкоголь. Это один момент. Второй момент. Вы бежите от своих страхов, вы заливаете их алкоголем, но это не совсем, знаете ли, мужское поведение. В том плане, что мы шили все-таки, они встречают проблему лицом в лицу и, в общем-то, не бегут от нее, а решают. И если у вас дети, то есть, если вам есть за кого, там, страшаться, за кого бороться и так далее, то вдвойне, вдвойне непонятно, почему вы предпочитаете, ну, скрываться, почему вы предпочитаете держать их страхи, ведь эти люди, они могут начать угрожать не только вам, но и вашим детям. И с этими людьми нужно побыстрее разобраться. То есть, либо вы встретитесь с ними сами и отдадите им долг, либо как-то еще постараетесь что-то сделать. Но проблему эту вам нужно разрешить не только как человеку, но и как отцу точно. Потому что ведь как отец вы несете ответственность за своих детей. А если в опасности вы, то получается, что в опасности ваши дети. Вы, конечно, можете подумать, что я вас пугаю, запугиваю здесь. Нет, на самом деле не запугиваю. Просто мне бы хотелось, чтобы вы максимально адекватно воспринимали мир и максимально адекватно имели представление о нем. И чтобы вы поняли главное, что какими бы ни были проблемы, их можно решить. А вот алкоголь, который вы употребляете, чтобы забыть, проблему не решает. Он, напротив, ее еще больше усугубляет даже. И вот именно поэтому я очень рекомендую вам сперва обратиться к наркологу, пройти терапию избавления от алкогольной зависимости, а дальше начать все-таки оптимально, оперативно решать проблему свою, решать проблему с людьми, которые вам угрожают. Это было бы правильно, это было бы верным решением, это было бы решение мужчины, отца детей, который не боится именно сложных решений. именно таких тяжелых, которые не всегда приятны и достаточно трудоемки. Что делать, решать вам, понимаете, с психологической точки зрения и с моей точки зрения, которую я вам обозначил, можно вам помочь здесь только в том, чтобы избавиться от алкоголя. То есть, если вы начали употреблять алкоголь только как следствие, как реакционное поведение на такой вот разращающий фактор, который с вами произошел, то, соответственно, нужно не только обращаться к алкологу, но и, что более важно, вам нужно проработать с психологом вот этот вот момент, источник вашего страхования, он очень сильно влияет на вашу жизнь. Вы говорите, что и приехали из-за этого, и свободы, и уволены, то есть, все очень серьезно, а так быть не должно. Эти люди, они пытаются вас запугать, и они свои цели достигают. Они вас запугивают так, что, ну, ваша жизнь меняется. И я думаю, что вы не должны им этого позволять, потому что они именно хотят, чтобы вы были запуганы. Им, наверное, не столько денег нужны, сколько ваш страх. И они этого добились, на самом деле, уже. У них это получилось. И вот я хочу вас спросить, а почему вы должны жить в страхе? Неужели вы достойны того, чтобы жить в страхе, прятаться, страхаться за собственные тени и так далее? Вот спросите себя сами. Достойны вы этого или нет? А потом вождите в руки себя. И мы в том, чтобы пить, сделайте все это нужно, чтобы эти люди вас больше не потревожили. И не только вас, но и ваших детей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.